Внеочередное заседание правительства Республики Таджикистан состоялось 16 апреля под председательством президента страны, председателя правительства Республики Таджикистан Эмамали Рахмона. На встрече обсуждались итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года, реализация плана весеннего насаждения, промышленного развития, принятие санитарно-гигиенических мер по профилактике коронавирусной инфекции, снижение влияния финансового кризиса на экономику страны, безопасность сельского хозяйства и другие вопросы. Обсуждалась текущая ситуация в мире, включая распространение коронавируса, адекватное производство и хранение продуктов питания и другие вопросы. Первый вице-премьер Давлата Лисаид, заместители премьер-министра Азим Ибрахим и Давлатах Гуль Махмадзода, министр сельского хозяйства Амонула Салимзода, министр промышленности и новых технологий Зарабидин Фейзулазада, министр здравоохранения и социальной защиты населения, председатели регионов и городов инфекционные заболевания коронавируса, состояние весенней посадки, подготовка к пересеву и расширение работ по благоустройству. В своем выступлении президент Имамали Рахмон обратил внимание членов правительства, глав министерств, ведомств и исполнительных органов регионов, городов и районов на риск распространения пандемии коронавируса в мире и его негативное влияние на социально-экономическое развитие. Было отмечено, что по поручению президента правительство приняло план действий по предотвращению и снижению потенциальных рисков распространения коронавируса в национальной экономике и создало постоянную национальную штаб-квартиру. Президент поручил правительству принять конкретные меры для обеспечения стабильного функционирования национальной экономики, ввести налоговые и кредитные льготы и стимулы для поддержки социально-экономических секторов, малого и среднего бизнеса, определенных слоев населения и уязвимых секторов экономики. Министерству финансов, налоговому комитету и таможенной службе вместе с соответствующими министерствами и ведомствами и исполнительными органами государственной власти в регионах, городах и районах поручено Представить правительству предложение по снижению негативного воздействия внешних рисков на экономику страны, доходы бюджета и использования дополнительных возможностей и ресурсов. Представлять, главам министерств и ведомств было поручено работать над экономным использованием бюджетных средств, избегать вторичных и нецелевых расходов, полной выплаты заработной платы социальным работникам, пенсии, компенсации льгот, улучшение медицинского обслуживания, регулирование валютного рынка и стабилизации национальной валюты. Отечественный и иностранный капитал, предоставление льготных кредитов отечественным производителям и экспортерам, обеспечение стабильной работы банков, предоставление кредитных и банковских услуг организациям, кредитный бизнес и принимать соответствующие меры. Другие инструкции были даны антимонопольной службе вместе с главами регионов, городов и районов для предотвращения случаев искусственного повышения цен, в частности, цен на предметы первой необходимости и стабилизации цен на потребительском рынке. Глава государства Эмамали Рахмон дал конкретные поручения правительству страны принять дополнительные меры по предотвращению распространения коронавируса с сегодняшнего дня, чтобы обеспечить стабильную работу всех секторов. Экономики, особенно промышленности и сельского хозяйства, а также социально-экономическое развитие в целом. В связи с этим Министерством промышленности и новых технологий, сельского хозяйства и местным органам власти было поручено увеличить производство и запасы предметов первой необходимости, в частности муки, растительного масла, риса и других импортозамещающих продуктов, и обеспечить стабильный рынок. Принимать своевременные меры внутри страны со своей продукцией. В сельскохозяйственном секторе были даны инструкции по созданию новых мощностей и производству высококачественной сельскохозяйственной продукции, обеспечению потребительского рынка страны продукции в любое время года, особенно зимой и весной, с целевым использованием холодильных складов и теплиц и повышением их эффективности в общественных хозяйствах. В связи с этим и с учетом нынешней ситуации в мировом сообществе правительству, в том числе Министерству сельского хозяйства, руководителям регионов, городов и районов, всем сельскохозяйственным структурам страны было поручено увеличить посевную площадь, в частности, до 40%, и увеличить площадь под повторным посевом зерновых, бобовых и кукурузы на 60%, а также обеспечить производство и хранение муки и масла. Руководителям областей, городов и районов было поручено провести разъяснительную работу с колхозами и населением по своевременной посадке сельскохозяйственных культур, в том числе овощей и бахчевых, с получением трех или четырех культур двухлетних резервов.